Как в кино Василий Иванович Чапаев лихо вскакивал на коня, так и Василий Иванович Голубев проворно залезает в этот новенький КамАЗ. А еще год назад он был уверен, что если человеку 70 лет, то работы и не найти. И тут друзья рассказали про компанию «ИТЭКа». А что ты не пойдешь? Говорят, у меня возраст, кто меня возьмет-то? Все-таки мне в этом году 70, поэтому как бы, ну, думаю, ну, пойду. Ну, обжали, без проблем. Прошел комиссию, все, безо всяких. Работаю, доволен, зарплата нормальная, получается нормальная. И дело не только в том, что Василия Ивановича взяли, несмотря на приличный возраст. И его повидавшую на своем веку всякое, приятно поразило отношение работодателя к сотрудникам. В первую очередь в финансовом плане. Мы работаем на рынке официально полностью. У нас все согласно законодательству Российской Федерации. И трудоустройство водителей, и все нормативные отчисления у нас идут. Все в белом, все в открытом виде. Трудоустройство официальное. Зарплата официальная. То есть, с зарплатой платятся налоги. Водитель вполне может свою зарплату показать в любом банке. Получить какие-то преференции, кредиты, ипотеку. Потому что это все открыто. Старший механик Евгений Арепев полностью согласен с начальником. В нынешнее время, когда взять кредит, это абсолютно нормально. Очень важно именно официальное начисление всех зарплат и премий. У всех там кредиты и так далее. Немаловажно это заработная плата, которая всегда выплачивается вовремя. Однако к зарплате, как и ко всему хорошему, привыкаешь быстро. И тут стоит вопрос, а что по условиям труда? В Тверской автотранспортной колонии компании ИТЭКа и с этим все в порядке. У нас водитель работает без нарушения режима труда и отдыха. И вся техника застрахована. Грузы застрахованы. Жизнь и здоровье водителей застрахованы. На приличную сумму. Отпуска и больничные листы оплачиваются. Все в полном объеме идет как положено трудового законодательства. Слова Евгения Толстых подтверждает и Вюсал Мамедов. Прирожденный водитель, он признается, что буквально влюблен в свою профессию. С которой никакая другая работа не сравнится. Офис или что-то еще другое, это не для меня. Вот для меня именно романтика дорога. Это каждый раз ты едешь, каждый раз у тебя за окном пейзаж останавливаешься, как говорится, общаешься с разными людьми в разных городах. То есть Россия у нас большая, просторы, краев красивых очень много. В Итека Вюсал работает уже более полугода. Друг посоветовал эту компанию. Говорит Вюсал, добавляя, что его ожидания полностью оправдались. Во-первых, он смог выбирать, работать ли на так называемой шторе или на контейнеровозе. Выбор сделал в пользу последнего. Ну и, конечно, ему особенно нравится график работы. Условия для меня, я считаю, хорошие. То есть я, допустим, не скажу, что я здесь устаю. График, то есть щадящий по доставкам груза. Режим труда и отдыха соблюдается. То есть условия комфортные. Нежели там работать, если на частника какого-то, то там заказы, тебе надо там выгрузиться срочно завтра утром. Вот как хочешь, так и едь. Вот здесь такого нет. Сравнение с пресловутым частником особенно показательное. Условия для коллектива, созданные в компании Итека, производят новичков такое впечатление, что они на подсознательном уровне начинают считать ее государственной компанией. Но на самом деле это сугубо частная организация. В этом году компании Итека России исполнилось 17 лет. Изначально она занималась исключительно логистикой, то есть организацией перевозок всевозможных грузов. Дело пошло. Поняв, что нельзя останавливаться на достигнутом, руководство компании решило расширить сферу деятельности и самим осуществлять транспортировку. Через какое-то время именно на нее и был сделан упор. При этом Итека является полноправным таможенным представителем, который проводит полный спектр операций по международной доставке грузов. Кроме того, Итека – лидер агропромышленной логистики. Словом, не будет преувеличением сказать, что компания стала одной из крупнейших транспортно-логистических фирм на всем пространстве бывшего Советского Союза. Среди слагаемых успеха – внимательное отношение к каждому клиенту. В компании отмечают, любой, кто обратился в Итека, должен быть спокоен насчет того, что груз привезут вовремя. Поскольку своевременность доставки зависит от правильности составления всех необходимых бумаг, компания предоставляет квалифицированные консультации и услуги по составлению сопроводительных документов. Кроме того, на места погрузки и выгрузки направляются экспедиторы. Сегодня Итека России имеет 78 представительств и филиалов по всей стране – от Дальнего Востока до Калининграда. То есть вот такие зеленые фуры можно увидеть на всех трассах необъятной России, СНГ и многих зарубежных стран. Такие успехи оценили даже федеральные власти. Компания Итека Россия в 2020 году была включена в реестр Министерства транспорта Российской Федерации как системообразующее предприятие. Особенно стоит сказать про филиалы компании Итека. То есть, говоря более привычным для логистов языком, автотранспортные колонны. Это предприятия, обладающие собственным автопарком, а также полным штатом сотрудников, которые бы обеспечивали работу АТП – от водителей и механиков до кадровиков. Один из таких 23 филиалов располагается под Тверью. Выбор в пользу Твери был сделан по целому ряду факторов. Во-первых, удобное местоположение. Город находится между двух столиц, прямо на трассе М-10. На ней, собственно, и разместилось Тверское АТП, что очень удобно для водителей. Выходя в рейс, они сразу выезжают на главную автомагистраль страны. Но есть и еще одна причина. Несмотря на то, что в России все дороги ведут в Москву и Санкт-Петербург, это не означает, что там можно без проблем создавать автотранспортные колонны. В столицах, как всегда, выйти на аутсорсинг того же самого помещения, либо там стоянок, это будет все в ценовом диапазоне значительно дороже. Здесь есть возможность и сэкономить средства, и в то же время более вольготно себя чувствовать в плане привлечения персонала. Да-да, не секрет, что жители столиц очень избалованы. И в плане денег, и в плане условий работы. Даже за 100 тысяч рублей в месяц, а то и больше, в которой вполне реально заработать в ЭТЭКО, те же москвичи в массе своей не готовы крутить баранку, наматывая тысячи километров по матушке России. В провинции же люди более трудолюбивы. Тем более, когда получая зарплату на очень даже столичном уровне, можно работать не меняя места жительства, оставаясь в родном городе. Ведь график позволяет. Мы водителям предоставляем график работы по выбору. То есть можно работать вахтовым методом, можно работать в экипажах. То есть несколько водителей на двух машинах, ну три водителя на двух машинах работают. Машина в рейсе, водители меняются, они согласно своего графика и отдыхают, и хозяйством занимаются. При этом среди водителей не только тверичане, но и жители других муниципалитетов Горкей-Волжи. И даже соседних областей. Сюда они добирают с наличным транспортом, за который, отправляясь в рейс, совершенно не беспокоятся. Если он приезжает на своем автомобиле, он оставляет на автобазе машину, машину под охраной, под видеонаблюдением, и спокойно едет работать в свою вахту. Отработав вахту, передав сменщику автомобиль, он спокойно садится на свой автомобиль и уезжает в регион. Учитывая, что все вышеупомянутые условия для персонала, белая зарплата, которые выплачиваются вовремя, соцпакет, все это касается не только водителей, но и всех сотрудников. Неудивительно, что Тверскому АТП удалось быстро укомплектовать штат и персоналам ИТР. Коллектив у нас АТП, он сформирован практически, ну, я имею в виду ИТР, это инженерно-технические сотрудники, то есть и механики, и кадровая служба, и бухгалтерия, и другие технические службы, которые помогают работать водителем, у нас практически все скомплектованы. А без ИТР тоже никак. Например, без тех же девушек-диспетчеров, которые всегда на связи с водителями. Где бы тебе не учались на своем автопоезде? Водитель, находясь в рейсе, находясь на работе, 24 часа в сутки может обратиться за помощью и никогда не останется без помощи. Вот так создана у нас работа. И вот благодаря такой отменно отлаженной работе Тверское АТП компании ИТЭКО начало развиваться просто семимильными шагами. Три года назад сюда только приходила первая техника, набирали первых сотрудников. И вот теперь штат насчитывает около 270 человек, а автопарк около 300 единиц. Вот оно, живое свидетельство динамичного развития компании. Перед Новым годом был заключен договор о закупке 300 машин, которые работают на жиженом газе. 200 уже подошли, уже работают. Еще не так давно пришла еще одна партия из 50 грузовиков и еще 50 на подходе. Как вы уже заметили, все это КАМАЗы. Тверское АТП уже давно и успешно сотрудничает с предприятием из Татарстана. По словам директора, ставка на отечественного производителя была сделана специально. Первая сделка была с КАМАЗом в компании в 2014 году. И с тех пор идет постоянное увеличение объемов закупаемой техники у данного производителя. Ну и могу сказать, что мы не разочарованы в этом. Все-таки КАМАЗ тоже совершенствуется ежегодно. Он учитывает постоянно наше мнение в совершенствовании техники. И даже тот факт, что мы на сегодняшний день закупили самую первую партию автомобилей на природном газе. И качество, и экология, и в то же время еще и экономика. Эксплуатируя транспортные средства на газу, мы получаем затраты на... А львины затраты у нас при перевозках, это как раз затраты на топливо, мы получаем экономию где-то 50%. Ну, в зависимости от условий эксплуатации. Тесное сотрудничество с КАМАЗом выражается еще и в том, что по сути сотрудники АТП «Тверь» компании «Тека» ремонтом машин практически не занимаются. Главное выявить неисправность. А дальше дело коллег из набережных челнов, ну или дилеров. Современная техника, она напичкана, скажем так, электроникой. Очень много блоков управления, там и двигателя, и климат-контролем, там и всяких вспомогательных блоков, которые обеспечивают жизнедеятельность КАМАЗа и его, скажем так, кто управляет водителя. Вот, самому, ну, доступ только водитель имеет в предохранителе. И все остальное, в общем-то, если выходит из строя, да, действительно, нужны специалисты. Мы активно пользуемся сервисами, вот, дилерами, куда загоняем, там они подключают диагностическое оборудование, ну и исправляют, в общем-то, ну, чинят машины. 300 единиц, закупленных в 2020 году при автопарке в те же 300 машин, означает то, что Тверское АТП активно обновляет подвижной состав. Причем в прошлом году его директор Евгений Толстых принял смелое и прогрессивное решение. По сути, одним махом перевести свой автопарк на сжиженный газ. Политика государства на сегодняшний день такая, что развитие газомоторного топлива, оно сегодня одной из приоритетных задач для всех нефтегазовых компаний, которые у нас в Российской Федерации представлены. И мы думаем, что это только начало. В дальнейшем это будет еще больше развиваться, еще больше будет возможностей получить именно вот все в совокупности эффективные вещи от эксплуатации транспорта на газовом топливе, потому что это и экономия, это и экология. А цены стабильны на газ? Вот я говорю про бензин, помню. На сегодняшний день, да, цены стабильны, они колеблются значительно ниже, в отличие от дизельного либо бензина. Конечно, одним махом перейти на сжиженный природный газ можно было только проведя переобучение персонала. Так что пословица «Век живи, век учись» как нельзя лучше подходит для каждого сотрудника ИТЭКа. Мы привыкли, что у нас есть дизель, с ним все понятно, в общем-то. Газодизель потом добавился. Тоже у нас для нас, для механиков и вообще для водителей был такой переход, в общем-то, что-то новое, непонятное, тяжело люди ходили. Ну, вот. А сейчас вот эти машины, которые пришли к нам на сжиженном природном газе, это вообще новое. Ну, для меня, по крайней мере, новое. Пришлось читать очень много литературы по машинам. Ну, шасси, это, скажем так, Камазовское, вот. А вот именно сердце машины уже требует внимания и требует, ну, не внимания, а требует навыков в обслуживании и так далее. Приходится очень много читать, заниматься. Зато водителям стало намного проще. При заправке автомобиля с сжиженным газом делать-то ничего и не надо. Если бы там пришел пистолет вставлял, здесь тебя специалист заправляет, и все. Ну, вам-то это лучше получается? Ну, получается, да, что мы, как бы, руки не пачкаем. Вышел, отошел от машины, у тебя заправил, все, шел, готов, пошел, сел, поехал. Вот, как говорится, все. При этом Евгений Арепев опровергает миф о том, что газ якобы опаснее, чем бензин. Он в житом состоянии, и если он, скажем так, будет какой-то ДТП, не дай бог, ну, он либо разольется и тут же испарится. Сейчас автотранспортное предприятие «Тверь» постоянно наращивает объемы перевозок, что и неудивительно. Ведь АТП располагает полным спектром машин, которые могут транспортировать фактически любые грузы. У нас есть рефрижераторный парк большой, у нас шторный парк, контейнеровозы, у нас есть ломовозы, сортиментовозы, то есть мы и лес возим, пожалуйста, и лом возим. И с прошлого года у нас в компании закуплено большое количество зерновозов. То есть мы входим уже в сельскохозяйственные перевозки, то есть осуществляем практически весь спектр перевозок, которые у нас существуют на рынке. В частности, в нашем АТП есть 15 автомобилей, которые оборудованы для перевозки опасных грузов. Конечно, не полный спектр опасных грузов мы можем на сегодняшний день перевозить, но часть опасных грузов мы спокойно возим, которые разрешены к перевозкам с определенными условиями. То есть мы это выполняем в полном объеме. А вот такой тип полуприцепа на языке профессионал называется штора. Он чем удобен? Его можно загружать сразу с четырех сторон, то есть с тыльной, с боковой, причем как отсюда, так и с той стороны. А кроме того, сдвигается крыша, и погрузку можно осуществлять еще и сверху. Компания ИТЭКа активно занимается и контейнерным перевозками. Вот на такой полуприцеп ставятся любые типы морских контейнеров. Крепится такими фитингами и вперед в порты Санкт-Петербурга или обратно. Если говорить о перспективах развития, то это не только закупка новой техники. В недалеком будущем у автотранспортного предприятия Тверь появится новая база. Своя, собственная. У нас в ближайшее время в планах развития нашей базы, собственной базы уже на территории Твери, в которой будет включено абсолютно все службы, включая ремонтную зону большую, и условия у нас будут только улучшаться. А раз так, то автотранспортному предприятию Тверь понадобятся новые сотрудники. Причем по самым разным специальностям. Но прежде всего, конечно же, водители. Кадры мы ждем всегда. Наша компания на месте не стоит. Наша компания динамично развивается. И в этом году у нас уже есть планы на закупку новой техники, на увеличение практически всех автоколонн, всех автотранспортных предприятий. Увеличение ждет. То есть техники у нас новые, ежегодно закупаются очень большие. Ну, очень много закупается ежегодно новой техники. Поэтому мы всегда приглашаем на работу водителей. А потребность в водителях, она всегда существует. И не из-за того, что у нас там текучка, и не из-за того, что у нас условия неправильные, а только из-за того, что мы всегда динамично развиваемся. Ежегодно мы свой парк увеличиваем, можно сказать, в разы. Евгений Арепьев среди плюсов работы в компании «ИТЭКО» называет не только материальную составляющую, но и отношения. Причем оно его поразило с первых же дней, еще на стажировке в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде я ездил на стажировку в головной офис. Очень приятно приняли, рассказали, показали. Василий Голубев, тот самый Василий Иванович, отмечает удивительные товарищеские отношения в коллективе. А ему, за плечами у которого полвека стажа, сравнить есть с чем. Доволен, зарплата нормальная. У нас же много пожилых пенсионеров работают. Работают ребята, молодцы. Относятся по-человечески. Почему не работают? Участники сейчас так не поработаешь, там все пальцы вверхом гнут. Сейчас не так много таких компаний, где так комфортно работается как водителю, так и техническому персоналу. Ну а директор АТП, как и положено начальнику, еще раз отмечает финансовые плюсы. На зарплату в компании ТЭКа никто не жалуется. Работать надо. То есть заработная плата складывается из того, сколько ты накатаешь на сегодняшний день с колес. Плюс, конечно, у нас существует оклад. Зарплата наша очень конкурентная на рынке. Условия у нас комфортные. Пусть приходят, не пожалеют. Если сам человек любит работу и любит работать и относится к ней по-человечески, будут работать. Никто их здесь не обидит. И возьмут. Работу возьмут. Девиз транспортной компании и ТЭКа – мы ближе, чем вы думаете. Так что хорошая, интересная и высокооплачиваемая работа действительно может оказаться ближе, чем вы думаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова